Всем привет, друзья! Это третья часть альтернативного сюжета про Омнимана, который хочет захватить мир Ван Панчмана. В предыдущих сериях Омниман пролетел на Землю и внедрился в Ассоциацию Героев. После он решил избавиться от сильнейших героев Земли. Он смог расправиться с большинством из них, но неожиданно он встретил Гарроу, который смог остановить Омнимана. Но внезапно появился один из сильнейших воинов Вильтрума – Конквест, который прилетел, чтобы заменить Омнимана и самому захватить Землю. Справится ли с ним бывший монстр и охотник на героев Гарроу? Сейчас мы это и узнаем. Тем, кто не смотрел предыдущие части, настоятельно рекомендую. Для этого перейдите по подсказке, либо пролистайте вниз. В описании вы найдете ссылки на все остальные части. Уже посмотрели? Тогда подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Ну а с вами, как всегда, Аниманга. И мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Итак, Гарроу отбросил Омнимана, который еле может встать на ноги. А появившийся Конквест наблюдает за этим с воздуха. Жалкое ничтожество. Вижу, тебе повезло, что смог пройти естественный отбор. Раз землянин смог так легко расправиться с тобой. Конквест, ты прибыл сюда, чтобы убить меня, а после лично захватить землю и их похвастаться перед драгом. Так ведь? Ха-ха-ха. Какой доходчивый. Что ж, я уничтожу тебя вместе с этими жалкими букашками. Эй вы, вам не кажется, что вы уже заболтались? А? Гарроу встает в стойку и готовится к атаке. После Конквест полетел на Гарроу и ударил его своей правой железной рукой, которую Гарроу откинул и ударил своей левой. Но Конквест не почувствовал этот удар и ударил его в ответ. Гарроу смог ускользнуть от его атаки. Он понимает, что этот мужик намного сильнее, чем Омниман. И он решает драться с ним всерьез. Он откидывает свою ногу, поднимает свои руки и встает в стойку, чтобы воспользоваться техникой кулака дробящего камня. Его бывший учитель Бэнк приоткрывает глаза и, увидев Гарроу, он улыбается, так как радуется тому, что его бывший ученик перешел на светлую сторону и стал защищать героев. А я ведь знал, что не все потеряно. Я знал, что в тебе есть человечность. Благодаря Сайтами ты смог ее высвободить. Гарроу, постарайся продержаться хотя бы до появления Сайтамы. Бэнк теряет сознание из-за полученных сильных ранений. Тем временем, Конквас летит на Гарроу и пытается ударить его ногой. Но Гарроу уворачивается и, ударив его своей правой ногой, впечатывает его в стену разрушенного здания. «Жалкая букашка, как ты посмела? Я тебя уничтожу нахрен!» Конквас вылезает из-под обломков и встает на ноги. Но как только он это сделал, Гарроу бросается на него и бьет его кулаком в дробящем камне. Конквас не успевает от него отвернуться и улетает прямиком в здание, разрушая столбы. Он падает на пол и начинает кашлять кровью. «Неужели на этой жалкой планете есть человек, способный противостоять мне?» «Ты силен, но недостаточно. Я вырву твои кишки и засуну их в твою пасть». Конквас опять встает на ноги после удара Гарроу и в ярости он летит на него, раскидывая обломки в здании. Он вылетает оттуда и кричит Гарроу. «Тварь! Тебе от меня не сбежать!» «А? Сбежать? Старик, а ты смешной!» «Смейся, пока можешь, ублюдок! Это будет твой последний раз!» «Да я просто вспомнил о том, что меня один малый всегда звал стариком. Теперь, увидев старого хряща, я понимаю, не такой уж я все-таки старик». Конквас взбесился и побежал на Гарроу, чтобы ударить его со всей силой своей железной рукой. Гарроу встречает его удар своим кулаком и буквально разламывает его железную руку на мелкие куски. Гарроу второй рукой бьет его по лицу и откидывает на несколько десятки метров. Конквас падает на землю без своей правой механической руки. «Ах ты, тварь!» «Что, старичок? Уже не так весело?» «Внезапно, на высокой скорости, Омнимайн летит на Гарроу и отбрасывает его подальше от Конквеста». «Я понимаю, что мы не лучшие друзья, но сейчас нам нужно разобраться с ним». «Что, что тебе мешает перейти на его сторону и пойти против меня? Я ведь хотел убить тебя вместе с ним». «Да, я об этом думал, но одному мне с ним не справиться. Как говорят земляне, враг моего врага – мой друг, поэтому нам нужно действовать вместе. Давай убьем эту выскочку, а после уже разберемся». Конквест соглашается с Омнимэном и они решают вместе расправиться с Гарроу, который тем временем вылезает из-под обломков после удара Омнимэна. Он смотрит по сторонам и видит героев, павших от рук Омнимэна. Гарроу смотрит на бездушные тела и его окутывает ярость. Он вспоминает свое прошлое, когда он охотился за героями и избивал их до смерти. Он понимает, насколько ужасны были его поступки. Он смотрит на Омнимэна и Конквеста и все, что у него в голове – это остановить их. Гарроу яростно и мрачно начинает идти к Омнимэну и Конквесту. Он поднимает голову и смотрит на них. Те двое вздрогнули, увидев глаза Гарроу, которые стали жутко красными. Гарроу моментально оказывается за их спиной и резким ударом он швыряет обоих в обломки. «Какого черта? Я даже моргнуть не успел!» «Неужели он превратился в монстра? В монстра? Что ты несешь?» Гарроу, после того, как увидел бездушные тела павших героев и обычных невинных граждан, пришел в Ярость. Но вместе с этим у него в голове было то, что нужно остановить этих пришельцев и защитить оставшихся в живых людей. Ярость и желание защищать людей стали одним целым. И Гарроу, который, казалось бы, из-за ярости и желания и мести должен был превратиться в монстра, как было раньше, овладел силой монстра, но сохранил разум человека. Так Гарроу становится намного сильнее. Игры кончились. Вам конец. Омнимэн говорит Конквесту, что им нужно действовать сообща и быть осторожными, иначе им не справиться с Гарроу. Но Конквест не согласен с ним, и он решает отступить. Конквест говорит, что не намерен умереть от рук какого-то землянина. Гарроу бежит на Омнимэна и атакует его сильным ударом. Тот выдерживает его удар и атакует Гарроу в ответ. И пока они дерутся, Конквесту удается улететь с поля боя. Эй, Конквест! Куда ты летишь? Ты мне от черта в трос. Что, твой дружок оставил тебя? Гарроу бьет Омнимэна прямо по лицу и откидывает на несколько сотен метров сквозь обломки. Омнимэн встал на ноги и полетел на него и ударил двумя кулаками. После он возвращается и вновь летит на него, но как только он приблизился к нему, Гарроу отворачивается от него и, схватив его за ногу, швыряет в землю. Блин, вот же черт! Омнимэн встает на ноги, истекая кровью. А Гарроу наблюдает за ним и удивляется тому, что он сумел встать после стольких серьезных ударов и ранений. Омнимэн понимает, что у него мало шансов против Гарроу, но он не собирается сдаться и верит в то, что он сможет убить Гарроу. Далее мы переносимся на планету Вильтру, в замок Тракга, куда приземляется только что сбежавший с земли Конквест. Он идет к императору Тракгу и, упав на колени, он докладывает ему, что на земле они потерпели поражение. Тракг встает со своего трона и говорит ему, Тракг был в шоке и не мог поверить в то, что один человек мог справиться с его сильнейшими воинами. Он решает собрать всех своих воинов и направиться на землю, чтобы ликвидировать эту угрозу и самому лично захватить эту планету. Далее мы перемещаемся на землю, где все это время Омнимэн дрался с Гарроу. Нолан был весь в крови, но он держался на ногах, а Гарроу удивлялся тому, что тот не собирается сдаваться. Гарроу скрешивал свои зубы и сдерживал свои силы как мог, чтобы не дать вырваться монстру внутри себя. Он не хотел убивать Омнимэна. Если бы он дал волю своим эмоциям, то давно бы это сделал. Даю тебе последний шанс. Либо ты сейчас же сдаешься, либо ты пожалеешь, что явился сюда. Да я только начал. Внезапно на высокой скорости что-то падает на землю. Омнимэн и Гарроу отходят и не знают, что это только что было. Дым рассеивается, и Омнимэн видит там Конквеста, который со стонами пытается встать на ноги. Жалкий трос. Как ты посмел соврать мне? Омнимэн удивляется и не может поверить своим глазам. Он не ожидал увидеть Императора Вильтрума. Драг? Император? Что вы здесь делаете? Этот кусок дерьма сказал мне, что ты мертв. И помимо этого, он рассказал мне, что вы не могли справиться с одним землянином. Вот я и решил сам наведаться и решить эту проблему. У меня все было под контролем. Да откуда вы только беретесь? Свалите отсюда, иначе пожалеете. О, как страшно. Бежим и спотыкаемся. Тебе конец, щенок. Как ты меня назвал? Ублюдок ты сраный. Траг приказывает своим воинам атаковать Гару. Десять воинов полетели на него и решили атаковать все вместе. Я вас предупреждал. Гару встает в боевую стойку. И первого же Вильтрумита, который полетел на него, хватает за руки и разрывает его на части. Со вторым он делает то же самое. Третий подлетает к нему, и Гару прямым ударом руки продеревил ему голову. А остальных резкими и молниеносными ударами он разорвал на мелкие куски. Гару хладнокровным взглядом посмотрел на Трага и сказал ему Кажется, ты у них самый главный. Тебя ждет то же самое, что и остальных. Готовься, ублюдок. Готовься, ублюдок.